Привет, друзья! Германии кирдык, потому что англосаксы и глобалисты поставили там свою шестерку Олафа Шольца, который просто уничтожил, можно сказать, Германию. Вот то, что сейчас происходит, в том числе и на Украине, это просто один большой сценарий по уничтожению экономики Германии и всего Евросоюза. В угоду англосаксам, в угоду глобалистам, в угоду, в принципе, и Китаю. Все, Германии амба. Опять растут цены на энергоресурсы. Уже сейчас за тысячу кубометров газа цена 1500 долларов. Последний раз такой рост, такой резкий скачок был в Барте, когда впервые немцы начали выпендриваться против России, поддерживать санкции, которые, если другим англосаксонским странам, либо странам Западной Европы, оно просто выстрел в ногу, то им это просто выстрел в башню. Они себя просто урекивают. И уже сейчас эта марионетка мировой олигархии Олаф Шольц объявил чрезвычайное энергетическое положение. Просто уничтожители, могильщик Германии и враг немецкого народа. Германия первая из европейских стран, объявляет истинную цену, враждебной по отношению к России политике. Чрезвычайное энергетическое положение. Страна теперь на грани буквально выживания. Сегодня, сейчас, в этот момент мы объявляем газовую тревогу. У нас перебой с подачей газа в Германию. Отныне газ в Германии является дефицитным товаром. Ну нет мозгов, ну что здесь можно сказать? Ну душевно больные, ну просто люди, я не знаю, болеют, наверное, чем-то тяжелым. Потому что, ну как? Такое ощущение, что я за Германию и немцев переживаю больше, чем они сами за себя. Ну как можно было проголосовать и пропустить, дать зеленым захватить в парламенте, по сути, большинство? Зеленое правительство сейчас. Это же стопроцентные марионетки мировой олигархии, мирового финансового капитала. Это выкармаши Рокфеллеров, Ротшильдов и прочих кланов, глобалистов и всей этой грязной барыжьей долларовой банды. Банстеров этих всех. И сейчас они навязывают зеленую энергетику Германии. Это уничтожает Германию. Это просто урекивает ее на корню. Но правительство Германии во главе с этим Шольцем, зеленая эта банда Шольц, эти другие предатели немецкого народа, они обслуживают либо англосаксонский империализм, либо, в принципе, не либо, а точно обслуживают мировую глобалистскую банду. И поэтому Германия просто принесена в жертву. Ей торба. Германии амба. Вот все, что сейчас происходит, это происходит против Германии. Это даже не против России. Это именно пытаются через Россию ушатать Германию. И Германии все. Кирдык. Уже можно ей помахать ручкой. Это уже вчерашний день, можно сказать. И, в принципе, весь этот сценарий, вот все, что сейчас в мире происходит, пока глобалисты, пока англосаксонские страны не навязали своего этого Шольца, не навязали свою эту зеленую банду там к власти, все это было невыполнимо. А теперь, видите, полным ходом идет уничтожение Германии. И ставят просто на колени немецкий народ. Технические работы на трубопроводе «Северный поток-1» снизили поставки сразу на 60%. Альтернатив нет. Частично зеленое правительство идет на крайние для себя меры, готовясь разморозить угольные электростанции. Экстренное решение может быть одно – отменить санкции, даже не думать ни о каких эмбарго, тем более нефтяном. Германии нужен газ, так что почему бы не запустить «Северный поток-2», который уже был готов? В принципе-то Германии было выгодно сотрудничать с Россией, получать дешевые энергоресурсы, кормить Россию своими технологиями, весь остальной Евросоюз настраивать в таком же ключе. И тогда это была бы действительно могущественная мировая сила, которая могла бы конкурировать и с Китаем, и с Соединенными Штатами Америки. То есть Германия вместе с Россией. И плюс Германия присоединяла бы другие страны Европейского Союза к этому блоку. Но это просто для США, для Америки это вот так. Поэтому американская разведка, разведка в Великобритании, они все работали над тем, чтобы максимально разругать Германию и Россию. Вот еще больше их работали глобалисты. Они вообще поставили своих зеленых марионеток туда в правительство, поставили своего по сути канцлера, ручного этого Олафа Шольца. Все, теперь от власти Германии работает против интересов Германии. Что делают американцы? Они руками коллективной Европы сражаются против России. То есть сами себя не подставляют. Ну как подставляются, тоже по ним ударило там. И по ценам до бензин выросли, и с нефтью там проблемы. Мы вынуждены с Венесуэлы теперь снимать санкции, для того, чтобы у нее закупать там, или еще какие-то кульбиты придумать. Уже и с Ирана хотят снимать санкции. Но Европа страдает больше всего. Более того, она против своих интересов идет против России, по приказу англосаксонского мира и по приказу мировой олигархии. Более того, ее бреют, разводят на плату за вооружение, за оружие, за НАТО, за охрану платить. Европе просто глына. Реальная зарплата, то есть личный доход с поправкой на рост цен, сокращается в Европе быстрее, чем в США, пишет Wall Street Journal. Согласно июньскому прогнозу Европейского Центробанка, инфляция в зоне евро составит в этом году 6,8%. С конца февраля в Старом Свете особенно резко подорожали продукты питания и энергоносители. И вот какой главный урок мы можем вывести на вот этих ошибках немцев и европейцев в целом? Вот мы, украинцы, русские, вообще весь мир. Да то, что нельзя голосовать за марионеток мирового финансового капитала. Нельзя за шестерок глобалистов голосовать. Потому что они будут выполнять приказы своих олигархических мировых хозяев. Против интересов государства. Это внешние силы, это паразиты, это враги любого национального государства. Я понимаю, что у них много рекламы, дорогой, красивой. Я понимаю, что им принадлежат все СМИ. Я понимаю, что они красиво разводят, рассказывают красивые сказочки на уши, вешают вам лапшу на уши, бредятину всякую рассказывают. Красивых мальчиков, типа Макронов, Шольцев и прочих, каких-то Навальных вам подсовывают. А вы верите, за все это голосуете. А потом они выполняют повестку своих олигархических хозяев. А в стране, где они приходят к власти, ну вы же видите, что происходит в этих странах. И что с Украиной после Майдана произошло в принципе? Какое падение экономики? Что обещали все эти Яценюки, Порошенко, а по факту разграбили государство, развалили? Под красивые вывески, под красивые обещания. Распиаренные всей этой глобалистской прессой. Итог какой? Какой итог правления Шольца? Какой итог правления того же Макрона? Вот люди проголосовали против национального лидера Ля Пен, который не зависит от глобалиста. Проголосовали за Макрона. И какой итог? Посмотрите, что сейчас происходит в Европе. Какое идет падение. И все это только начало. Меньше всех от высоких цен на топливные ресурсы пострадала Франция. Ведь в основе ее энергобаланса атомные электростанции. А власти ограничили стоимость энергоресурсов для домашних хозяйств. Большинство европейцев считает, что их доходы по темпам роста не догонят инфляцию. Как показал социологический опрос, не ожидают повышения зарплаты в этом году 70% немцев, 60% британцев и половина французов. В США тоже дорожают энергоресурсы, особенно бензин и продукты. Но в Европе рост доходов намного сильнее отстает от инфляции. Немецкие профсоюзы в первом квартале сообща добились роста номинальных зарплат лишь чуть больше, чем на 1%. Видите как? Европейские народы теряют. Зато приобретают их правительство, ручные марионетки из шестерки глобалистов и англосаксонских империалистов. Они кайфуют, они зарабатывают на всяких коррупционных схемах, они грабят. Англосаксы вообще давно пришли к одной простой схеме. Они везде, где приходят, захватывают какое-то государство, они покупают там власть. Власть накачивают, лелеют, а на народ им вообще наплевать. Если Советский Союз, Российская империя, куда они приходили, они всегда кормили народ, поднимали, поднимали технологический уровень, хозяйственный уровень, завязывались по хозяйственным делам с этим народом. То есть делали его частью своей империи, было равноправное отношение. То у англосаксов всегда отношение ко всем народам как порабощенным. То есть они ставят своих марионеток, своих смотрящих и весь остальной народ гнобят и давят. Но на самом деле тут их сложно обвинять, потому что они сами жертва, у них действительно очень много психических комплексов у всего народа. То есть менталитет сам по себе народа такой, что в той же Великобритании было очень много, скажем так, нашествий. Тех же пиктов подавили бриты, бритов подавили англосаксы, ну по сути немецкие племена, это те же немцы англосаксы по факту. Потом пришли норманы, еще и их подавили. И каждый раз захватчики подавляли, унижали население, становились знатью, становились дворянством и всех остальных давили. И поэтому точно такая же менталитет у самих англичан. Куда они не приходили? В Индию. В свое время они и в Китай приходили в виде остиндийской компании, которая потом устраивала там опиумные войны, навязывала опиум китайскому народу. Да и всю свою британскую империю они создавали в принципе на этом принципе. То есть они привыкли, что их самих подавляют, что все время приходит сильный захватчик, доминирует, подавляет население, всех остальных куколдит. И точно так же они действуют и везде. Везде, где они приходили к власти, они кормят элитку. Элитка населения гнобит, давит, да и плевать им собственно на население. Они относятся ко всему этому как к колонии. То есть Великобритания возвращается к колониальной политике и все, что сейчас они вытворяют, это, скажем так, их вот этот вот менталитет, основанный на их болезненной истории. Когда их просто нагибали все новые и новые захватчики. И потом они проецируют на всех остальных народах то же самое. Ну а теперь давайте вернемся к странам Европы и посмотрим, как терпят народы этих стран из-за марионеточных правительств, которые полностью служат либо англосаксонским разведкам, либо мировому глобалистскому финансовому капитану. Между тем коммунальная плата за газ, который многие в Германии используют для отопления, к концу года может утроиться. По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, реальная зарплата в Соединенных Штатах упадет в этом году всего на 0,6%. Тогда как в Германии на 2,6%, в Великобритании почти на 3%, а в Испании на 4,5%. С ударом предприятия и обычные домохозяйства вот она, добавочная стоимость украинских событий, с которой мало кто захочет мириться. И с судьбой Германии и Евросоюза в принципе все понятно. Первым они потеряли свой суверенитет, превратились в халуя, превратились в марионетку. Даже Меркель, она не была полностью, там уже вот так вот как Шольц, шестерка, она хоть как-то пыталась что-то держать, но тоже прогибалась, ползала на коленках перед США, ползала на коленках перед мировым финансовым капиталом. И по итогу это закончилось, как оно закончилось. И Германия вообще с такими темпами может просто перестать существовать. Ее просто англосаксы могут разорвать, уничтожить, разграбить, раздавить. И немецкой, и европейской экономической зоны, судя по всему, не будет. Ее разорвут между собой Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Великобритания действительно укрепляется, растет. Мировой финансовый капитал и глобалисты делают на нее ставку. Мы опять возвращаемся к ситуации 19 века, когда транснациональный вот этот сатанинский капитал полностью сплелся, сросся с англосаксонским империализмом, который базировался в Великобритании. То есть, британская корона и все ее доминионы. Вот сейчас мир опять возвращается, скажем так, к этому времени. Но я детально это расскажу уже в следующих роликах. Сейчас нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал. Также нажимайте колокольчик и вкладочку все, чтобы все помещения с моего канала к вам приходили. Обязательно смотрите следующее видео. До новых встреч, друзья!